Здравствуйте, уважаемые слушатели. Меня зовут Журова Инна Александровна. Я учитель-логопед высшей квалификационной категории, олиготельный педагог и нейропсихолог. И тема нашего сегодняшнего с вами вебинара – это развитие пространственных представлений у детей дошкольного возраста как предпоцелки успешного обучения. В дошкольном возрасте нельзя провести четкую границу между психомоторным и когнитивным развитием ребенка. Психомоторное развитие – это базальный уровень дальнейшего развития психических функций, как основы полноценного обучения и развития школьных навыков. Ребенок – это целостная система, поэтому психика, соматика, когниция тесно связаны между собой. И, конечно, без освоения базовых уровней восприятия, моторики, схемы тела невозможно дальнейшее развитие более сложных уровней психики, таких как саморегуляция, речь и другие интегративные психофизические функции. Ребенок с ранних лет сталкивается с необходимостью ориентировки в пространстве. При помощи взрослых он усваивает такие понятия, как спереди, сзади, вверху, внизу, над, под. При помощи взрослых ребенок усваивает такие понятия, как спереди, сзади, вверху, внизу, над, под, справа, слева и так далее. И все эти понятия в дальнейшем способствуют развитию у него пространственного воображения. Умение ребенка представить, спрогнозировать, что его ожидает в дальнейшем в пространстве, закладывает у него основы анализа и синтеза, логики и мышления. Ориентировка в пространстве имеет универсальное значение для всех сторон деятельности человека, охватывая различные стороны его взаимодействия с действительностью и представляет собой важнейшее свойство психики человека. Сформированность пространственных и временных представлений дает нам представление, даже характеризует общее развитие дошкольника и готовность его к школьному обучению. Что является одной из важнейших задач обучения и воспитания детей дошкольного возраста и обеспечивает гармоничное развитие детей. От уровня развития и сформированности пространственных представлений во многом зависит успешность овладения чтением, письмом, математическими навыками и другими видами учебной деятельности. Одна из задач дошкольного учреждения с введением федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования состоит в том, чтобы обеспечить полноценное развитие всех воспитанников. И начиная с раннего возраста, наряду с передачей детям знаний, умений и действий, формировать определенный уровень мыслительных способностей, готовить ребенка физически и психически к умственной работе. Образование должно быть ориентировано на зону ближайшего развития каждого воспитанника, учитывать его психолого-возрастные и индивидуальные возможности и склонности. И направлено на формирование первичных представлений о себе, о других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов между собой. То есть о форме, цвете, размере, материале, звучании, темпе, ритме, количестве, части и целом, пространстве и времени, движении и покои, причинах и следствиях. Ориентировка в пространстве, что же это такое? Это деятельность, включающая в себя определение формы, величины, местоположения и перемещения предметов относительно друг друга и собственного тела, и относительно окружающих предметов. Пространственные представления играют большую роль во взаимодействии человека с окружающей средой, являясь необходимым условием ориентировки вне человека. Вопросами формирования у детей представлений о пространстве занимался целый ряд отечественных, также и зарубежных ученых. Их фамилия перед вами на экране. Это и Леонид Абрамович Венгер, и Жан Пиаже, и Михаил Михайлович Семага, и Наталья Яковлевна Семага, Тамара Алексеевна Мусибова и так далее. Развитие пространственных представлений начинается у ребенка с первых дней его жизни и является важнейшим показателем его умственного и сенсомоторного развития. Процесс формирования межанализаторных связей. Кроме этого, могут наблюдаться недостатки слухозрительно-моторной координации и несформированности чувства ритма. Все это может привести к неуспеваемости ребенка при школьном обучении. У человека нет специального пространственного анализатора. Восприятие пространства есть интермодальная ассоциация, образующаяся из взаимодействия различных анализаторов внешней и внутренней среды человека. На уровне коры головного мозга за схему пространства отвечают три части. Вот они сейчас перед вами на экране. Это теменная, затылочная и височная. Эти зоны хранят и перерабатывают пространственную различную афферентацию. Затылок, все вы знаете, это зрительное восприятие. Висок – это слуховое восприятие. К тому же еще он занимается анализом вестибулярной информации. Человек получает информацию о положении тела, куда поворачивается его голова и так далее. Теми же, в свою очередь, отвечает за тактильное восприятие. И в зоне перекрытия, перед вами это кружок синего цвета, сплошно без пифы, да? И в зоне перекрытия этих анализаторов возникает новое когнитивное образование. Это пространственные представления. Поэтому, чтобы пространственные представления формировались, должны быть хорошо развиты зрительный гнозис, слуховой гнозис, тактильный гнозис, схема тела, связи между этими отделами, а также межполушарные взаимодействия. Таким образом, образ пространства – это результат полноценного синтеза нескольких модальностей. И сейчас более подробно хотела бы вам рассказать о межполушарном взаимодействии. Межполушарные взаимодействия – это основа всех высших психических функций. Опять же, также вы все прекрасно знаете, что правое полушарие отвечает больше за базовый уровень пространственных представлений. Это схема тела, реальное пространство, чувственные образы. Осуществляет охват мира, явлений во всем его богатстве и разнообразии. Правое полушарие отвечает за предметно-реалистический гнозис, гнозис лиц, слуховой неречевой гнозис. Оно более функционально активно до пяти лет. В левом полушарии представлено символическое пространство. Все, что у нас отработано вправо, оно потихонечку перелезает в левое. Левое полушарие – это база абстрактного мышления, поиск и нахождение баланса причин и следствий. В левом – все схема. Из неречевого слуха становится фономатический слух, фономатический анализ, понимание смысла речи. Из схемы тела развиваются квазипространственные представления. Это пространство в речи. Чуть попозже я буду рассказывать вам о квазипространстве. Это грамматика, словоизменения, счетное представление, понимание времени и прочее. И если у ребенка не отработана схема тела, то есть вверх, вниз, больно, не больно, тут, там и так далее, то в дальнейшем у него будут проблемы с освоением более высокого уровня пространственных представлений. В каждой психической функции участвуют обе геносферы. Опять же, не надо вам об этом рассказывать, вы сами это знаете. И только каждый из них вносит какой-то определенный свой вклад. И нельзя сказать, что правополушарные люди – это художники, а левополушарные – это математики и физики. Несформированность межполушарных взаимодействий, отсутствие слаженности в работе… Сейчас чуть погромче сделаю звук. Две секунды. Так. Так, меня лучше слышно? Итак, если у нас отсутствует межполушарное взаимодействие, слаженная работа обоих полушарий, то тогда у нас происходит нестабильность, неслаженность переноса информации, неполноценность обмена информации между правым и левым полушариями. И как результат у нас, как следствие, это трудности в формировании развития пространственных представлений, в том числе. Как писал Чарльз Спири, два полушария – это две руки мозга. Таким образом, к условиям гармоничного развития пространственных представлений относятся это зрелый затылочный, височный, теменной областей коры головного мозга. Развитие связи между ними, полноценность двигательной сферы, межполушарное взаимодействие и востребованность функции. То есть, смысл нам что-либо развивать, да, если мы это нигде не можем применить в своей жизни. То есть, мамочка должна все объяснить, показать ребенку, и ребенок должен воспользоваться этой функцией, которая у него сформировалась. И так при этом мамочка должна из раза в раз проделывать все эти манипуляции, показывать, что вверху у нас солнышко, да, внизу травка, там речка и так далее. Поэтому потребность функции извне, она никуда у нас не девается. И тут момент такой, хотела бы вам рассказать. Я работаю в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних детей. И у нас дети социальной депривации. И у них не было такого взрослого, который бы направлял бы их, который им бы рассказывал обо всем. Поэтому базовые функции, они сформированы, да, но задашь вопрос в сторону, и ребенок уже теряется. Он не знает, как применить этот свой навык. И при этом хочу подчеркнуть, что зачастую интеллект сохранен у этих деток. И ребенок мог бы, но он не знает, как это сделать. Дальше. Исследования ученых показывают, что восприятие пространства возникает уже тогда, когда ребенок в возрасте 4-5 недель начинает фиксировать глазами предмет на расстоянии 1-1,5 метра. Помещение взора, перемещение взора за движущимися предметами наблюдается у этих, у детей 2-4 месяцев. На начальном этапе перемещения взора представляет собой толчкообразные движения. Затем наступает вторая фаза скользящих непрерывных движений за движущимся в пространстве предметом, что наблюдается у разных детей в возрасте от 3 до 5 месяцев. По мере развития механизма, фиксации взора, фиксации взора формируются дифференцированные движения головы, корпуса тела, изменяется само положение ребенка в пространстве. Ильконин пишет, в этом возрасте движения предмета вызывают движение глаз, однако еще нет рассматривания или поиска предмета. Поиск предмета возникает позднее, на основе свежения глаз, за передвижением предмета в пространстве. Поэтому подчас невозможно отграничить свежение и поиск. В процессе накопления сенсомоторного опыта возрастает способность развлечения объектов в пространстве. Увеличивается дифференцировка расстояний. Так, ребенок 3 месяцев может уже следить за предметом на расстоянии 4-7 метров. В 10 месяцев он уже следит за предметом, который передвигается по кругу. Такой процесс видения движущегося предмета на разном расстоянии свидетельствует о том, что уже на первом году жизни ребенок начинает осваивать глубину и пространство. Таким образом, движение объекта становится источником сенсорного развития и перестройки сенсорных функций, прежде чем возникает движение самого ребенка к предмету. В начале пространство воспринимается ребенком как нерасшлененная непрерывность. Движение выделяет предмет из массы окружающего пространства. Сначала фиксация взгляда, затем поворот головы, движение рук и другое показывают, что движущаяся вещь, она становится объектом внимания, стимулируя его собственные движения, носящие непрерывный характер. Таким образом, предмет сначала воспринимается в горизонтальном направлении от ребенка, затем в результате длительных упражнений ребенок приучается следить за движением предмета в вертикальном направлении. Постепенно движение объекта и самого ребенка уже начинают совместно развивать сенсорные механизмы. С развитием вертикального положения тела и собственным передвижением, ходьбой, значительно расширяется практическое усвоение пространства ребенком. Передвигаясь сам, ребенок осваивает расстояние одного предмета до другого, делает попытки, напоминающие измерение расстояния с ходьбой, возникают новые ощущения преодоления пространства. Это ощущение равновесия, ускорения или замедления движения, которые сочетаются со зрительными ощущениями. Такое практическое освоение ребенком пространства эмоционально преобразует всю структуру его пространственной ориентировки. Начинается новый период в развитии восприятия пространства, пространственных признаков и отношений предметов внешнего мира. Накопление практического опыта освоения пространства позволяет постепенно обладать и словом, который обобщает этот опыт. И по мере дальнейшего накопления опыта, движущей силой формирования системного механизма восприятия пространства, слово приобретает все большую роль. Ведущую роль в познании пространственных отношений и формировании представлений в раннем и младшем дошкольном возрасте играет непосредственный жизненный и игровой опыт. Он накапливается у ребенка в разнообразных видах деятельности. Это подвижные и дидактические игры, изобразительная деятельность, наблюдение в процессе прогулок и так далее. Ребенок начинает познавать мир через движение. Основным условием ориентировки в пространстве является активное передвижение в нем. Пространственные представления и восприятия – это емкие понятия, отражающие многогранность пространственных характеристик объективного мира. Форма, объем, протяженность объекта, длину, ширину, высоту, их местоположение в пространстве, пространственные отношения и расстояние между предметами, направление в пространстве представляют собой различные пространственные категории. Наталья Яковлевна Семага отмечает, что по ряду причин экологического, морфофизиологического и социального характера в настоящее время у большинства детей в первую очередь страдает раннее моторное развитие, формирование базисных механизмов анализа пространства и пространственно-временных отношений, а также функции программирования и контроля регуляции деятельности. По данным Дебора Ароновна Фарбер и Марьяны Михайловны Безруких, около 90% 6-7-летних детей имеют фактор риска развития моторной сферы. Гармонично развитая моторная сфера подразумевает целый каскад различных умений от владения собственным телом, понимания вверх, вниз, из моторного интеллекта до сложных форм психической деятельности. Это освоение символического пространства. Письма, чтение, счетом. То есть получается, что если у ребенка не развита общая моторика, то у него идет недоразвитие пространственных представлений от схемы тела до письма, чтения и счета. В связи с нарушением развития моторной сферы с течением времени все больше расходятся возрастные показатели уровня актуального развития и современные социально-психологические требования к ребенку. В результате у ребенка не формируются предпосылки к систематическому обучению. Что это значит? То есть ребенок не может удерживать систематическую нагрузку. Ориентировка в пространстве требует умения пользоваться какой-либо системой отсчета. В период раннего возраста ребенок ориентируется в пространстве на основе так называемой чувственной системы отсчета, то есть по сторонам собственного тела. В дошкольном возрасте ребенок осваивает словесную систему отсчета по основным пространственным направлениям. Вперед-назад, вверх-вниз, направо-налево. В период школьного обучения дети обладают более высокой системой отсчета по сторонам горизонта – север-юг, запад-восток. Освоение каждой последующей системы отсчета базируется на прочном усвоении знания предшествующей. И в норме к 9 годам у ребенка созревают понимание координат, размеров, удаленности, счет, письмо, чтение, схематическое пространство, понимание пространственных отношений в речи, использование логико-грамматических конструкций, словообразования, словоизменения и прочее. И если мы говорим о развитии и коррекции пространственных представлений, то можно выделить следующие этапы. Это освоение схемы собственного тела, освоение расположения объектов в пространстве относительно себя, своего тела, взаимоотношения между внешними объектами, схематическое пространство и квазипространство. Схема тела – это сложный вид чувствительности, структура психики, отражающая устройство собственного тела человека. Схема тела дает представление человеку о границах с внешним миром, его ориентировке в окружающем пространстве в каждый момент времени. Это ядерное звено развития системы пространственных представлений и квазипространственных представлений, которые нельзя пощупать. Знакомство со схемой тела начинается еще с рождения ребенка. Мама носит ребенка на руках, прижимает, укачивает, ласкает, ладит ему голову, ножки, ручки, при этом озвучивает все. Например, это кто уже проснулся? Кто так сладко потянулся? Потягушки-потягушечки, от носочков до макушечки. Мы потянемся, потянемся, маленькими не останемся. Вот как, вот как, растем, растем, вот как ножками пойдем, пойдем. Пестушки, потешки, приговорки сопровождаются телесными играми с ребенком. Мать помогает ребенку телесно прожить отдельные части тела. Пальцы рук, ладони, голова, ноги, пальцы ног и так далее. В контакте с ее руками. В результате этого ребенок начинает понимать, что он есть, он ценен, он находится тут. Здесь тепло, здесь хорошо. Я, я есть. Вот эти вот понятия, я, я есть, это устойчивая совокупность тактильных, кинестетических, зрительных и вестибулярных ощущений. Образ телесного я необходим для умственного и личностного развития ребенка. А потом ребенок начинает понимать, что там есть серенький волчок, который схватит за бочок. Там опасно. Есть тут, а есть там. И здесь у ребенка формируется понятие края, как граница перехода из своего пространства. Пространство внешнего мира. Переходить край нельзя. Опасно. Пока ты не готов. В определении края, помимо пестушек и потешек, помогают наши старинные русские народные сказки. Колобок, кот, петух и лиса и так далее. И эти базовые понятия, я есть, и край, которые откладываются у ребенка на подкорке, записаны в фольклоре. Сейчас предлагается огромное количество различных потешек, пестушек, которые позволяют озвучивать современной маме все, что происходит с ее ребенком. К сожалению, многие мамы недооценивают значимость, важность использования фольклорного жанра в общении с ребенком. Дети постарше тоже любят игры, которые связаны с телом. Например, игра куча мула, катание, следственные сборы, хороводы, ручейки. Здесь уже идет групповое взаимодействие, познание социальных норм и правил. Дети приучаются к телесному взаимодействию с другими. Кроме того, подобные игры способствуют энергообмену с окружающей средой, расширению репертуара поведения, эмоциональной разрядки. Групповое общение старших дошкольников способствует формированию чувства другого человека, рельефа рядом, ощущения своих границ, навыков телесного общения в близком контакте с другим человеком. Непричинение вреда другому. Это бережность, осознанность телесного общения. Это подстройка под другого человека, переживание целостности я, контакт с самим собой, испытание себя на прочность и другое. Представление о схеме тела. Это база формирования личности, поведения и когнитивных функций детей. И если у человека не выстроится схема тела, не будет сформировано представление о себе, то не будет той точки отсчета, от которой будет выстраиваться сложная система координат. Второй этап это выход за пределы собственного тела. Что здесь имеется ввиду? то, что ребенок осваивает понятие ближе ко мне, дальше от меня, высоко, низко. Здесь выключается собственное я и осуществляется выход в окружающий мир. Ребенок начинает манипулировать предметами, играть с ними. Это выход уже ребенка на третий этап. когда мама говорит принеси мяч, он лежит под столом, ребенок понимает, что надо принести и где лежит этот предмет, что он внизу и именно под столом, да, и если вначале были только собственные ноги, то оказывается, что есть и другие предметы, которые выступают во взаимодействии без участия ребенка. И не надо вставать на место стола, чтобы понять, что справа от стола лежит мяч, например, да, или стоит стул, над столом висит картина, под столом лежит тот же мяч. Ребенок все это может сказать, стоя в отдалении от стола. Следующий этап это освоение схематического пространства. Что здесь имеется в виду? Это схемы, карты, планы. Начинается освоение этого пространства с детского рисунка. Продолжается уже в аппликации. Далее понимание клетки, линейки, ориентировка на листе бумаги. Освоение схематического пространства. Это важнейший этап, где осуществляется переход от реалистического к схематическому. И высший уровень это квазипространство или по-другому пространство речи. Такое пространство его нельзя потрогать, нарисовать, его можно только постичь. Это уже символическое пространство, которое тесно связано со способами словоизменения и словообразования. Это все наши грамматические трансформации, вся система счета, время. В диагностике мы исследуем те функции, которые должен иметь ребенок в соответствии со своим возрастом. В коррекции мы опускаемся на тот уровень, который сохранен у ребенка. А часто дети уже теряются в схеме функционного тела. И начинаем в дальнейшем уже выстраивать все в необходимой последовательности. И сейчас я хочу более подробно остановиться на нейропсихологической диагностике сформированности пространственных представлений. Диагностика проводится индивидуально с трех лет. Здесь отмечается произвольность выполнения системы проб. Ребенок должен четко понимать инструкции. Они должны быть краткими, понятными и ребенок должен быть включен в выполнение задания. Для того, чтобы понять, насколько ребенок понял инструкцию, используем тренировочную пробу. Перефразируем инструкцию «Как ты понял?» Продолжительность одной встречи примерно 20-30 минут. В ходе работы используем похвалу, игру, положительные эмоции. необходимо отслеживать признаки утомления у ребенка, поскольку на фоне утомления идет снижение контроля, истощение, отслеживаем эмоциональную лоббинность, мотивацию. Для исследования пространственных функций нам с вами будут нужны карандаши, ручки, маркеры, белые листы формата А4, стимульные материалы, кубики, палочки, кубики косом и разрезные картинки. Хочу акцентировать ваше внимание, что при диагностике используем только апробированные методики. Диагностика, к сожалению, это жесткий протокол оценки навыка. Авторские какие-то подходы мы можем использовать с вами только при коррекции. И какие предъявляем диагностические пробы? Оценка образа тела с 3-х лет, графическая деятельность копирования с 3-х лет, рисунок по инструкции с 5-6 лет, конструирование с 3-4, оценка речи с 3-х лет, работа со схемами с 7-8 лет, пробы хэда с 7-8 лет, это если одноручные, и двуручные уже с 8-ми лет, счет с 8-ми лет. Дальше, что мы исследуем? Итак, в 3 года мы исследуем с вами схему тела. Предлагается простая графическая деятельность в виде копирования круга и квадрата. Здесь нужно обратить внимание, что мы просим не нарисовать, а срисовать необходимую фигуру. В данном случае мы с вами отмечаем замыкание линий, соответствие форме и приближенность размера. В 4 года копирование уже трех фигур. Это круг, квадрат и треугольник. И понимание простых предложенных конструкций. Ребенок соотносит конструкцию с картинкой. Здесь же мы с вами используем Дэд Бентона. Дальше я расскажу о нем. И понимание логик грамматических конструкций. 5-6 лет это копирование круга, квадрата, треугольника, ром, включается уже в этом возрасте. Самостоятельный произвольный рисунок, копирование фигур Дэдмана, тоже расскажу позже. Тест Бентона, конструирование из кубиков и понимание логико-грамматических конструкций. 7 лет это пробы Хэда, одноручные, копирование фигур Тейлора, Рео, острица, самостоятельный рисунок дома, стола, куба. 8 лет пробы Хэда, одноручные, двуручные, копирование фигур Тейлора, Рео, острица, речь, счет, решение задач, оценка письма. И 9 лет это уже идет копирование с переворотом на 180 градусов, рисунок по инструкции стола, куба, пробы Хэда, определение времени на часах, рисование плана помещения, счетные операции и решение задач. Итак, пробы Хэда. Инструкция делает то же, что и я, той же рукой, что и я. Посадка напротив друг друга. Исходное положение руки на коленях. И здесь обязательно дать тренировочное задание. Используется три серии. Одноручные, односторонние, одноручные, перекрестные, двуручные. И какая идет оценка симптомов. 0 баллов. Это безошибочное, уверенное выполнение с первой попытки. 0,5 баллов. Долгое вхождение в задание или единичная ошибка самокоррекции. Один балл. Единичные импульсивные ошибки с самокоррекцией или поиск одной-двух поз с правильным выполнением. Полтора балла. Это развернутый поиск в большинстве проб или многочисленные импульсивные ошибки, коррегируемые с помощью специалиста. 2 балла. Пространственные ошибки почти в половине проб с частичной коррекцией. И 3 балла. Это невозможность выполнения проба. Следующее это копирование оценки выполнения перед вами. Дальше. Копирование фигур Тейлора. Осуществляется каждой рукой отдельно с фиксацией стратегии копирования. Плоскостное изображение с мелкими деталями. Следующее это копирование изображения с переворотом на 180 градусов. Здесь ребенку дается инструкция. Нарисуй фигуру со своей стороны так, чтобы ты видел ее так же, как ее вижу я. Посадка идет напротив друг друга на углу. Обязательно тренировочная проба. Нужен мягкий простой карандаш и чистый неленованный лист формата А4. Следующий тест это тест Бентона или углы его по-другому называют углы Бентона. Специалист показывает ребенку один из верхних образцов. Затем закрывает его и просит показать этот образец на нижнем эталоне. В случае затруднений образец не закрывается и остается открытым для сравнения. Следующее это копирование фигур Рея Остеритца. Осуществляется каждой рукой отдельно с фиксацией стратегии копирования. Это плоскостное изображение с мелкими деталями. И какие встречаются типы пространственных ошибок? Это топологические, метрические, координатные и проекционные. Топологические это неверное взаиморасположение деталей, распад целостного образа. Метрические несоразмерность деталей, искажение пропорций, длины, ширины, величины стимула при сохранении всех деталей, выступовка линий и трудности оценки величины, углов и расстояний. Топологические и метрические ошибки встречаются у детей до 6 лет. Координатные что относится к ним? Это зеркальное воспроизведение, искажение пространственной ориентировки стимула относительно оси координат право-лево, вверх-вниз. Эти ошибки могут встречаться до 12 лет. Проекционные это ошибки в трудности изображения трехмерного объекта на плоскости. Это уже не детские ошибки и этому нужно специально учить. Что мы с вами можем предложить родителям в целях формирования представлений о теле. Это фольклорные игры с телом, перемещение в пространстве на руках у взрослого. Взрослый носит ребенка по комнатам руках, перекинув через плечо, прижав к боку. В результате этого активизируется внимание ребенка к своим телесным ощущениям. Можем предложить ритмичные игры в одном темпе. Это например раскачивание в гамаке, в одеяле, на мече, на руках у взрослого. Ребенок пассивно получает вестибулярные ощущения, при этом под потешки и различные песенки. Сосредотачивается на них, при этом обязателен глазной контакт с ребенком. Также это игры на поверхностную чувствительность, ребенка поглаживаем, называем части тела, ритм ровный и спокойный. Эти игры направлены на привлечение внимания ребенка к телу в зоне удовольствия и комфорта, его успокоения. Дальше. Игры на глубокую чувствительность. это потягушеньки, потягивание рук и ног ребенка, медведь идет, надавливание ладонями на части тела и их называния. Эти игры направлены на определение комфортной зоны, по тройку под ритм ребенка. Игры на подражание. Всем известна игра сорока, да, сорока ворона. Благодаря этим играм ребенок учатся подражать действиям взрослого. Топать, хлопать, показывать, находить разные части тела. Дальше. Игры на локализацию ощущений на теле. Например, лягушка, лягушка, Машу хватит за ушком, да, подобные игры. В этих играх у ребенка формируется связь слова и части тела. Идет эмоциональное вовлечение ребенка. Ритмичные игры с кульминацией. Что это? Взрослый держит ребенка на коленях лицом к себе и в ритме потешки поднимает и опускает его. И перед кульминацией пауза, да, наша игра поехали-поехали за спелыми орехами, по кочкам-по кочкам, янку-бу. Здесь уже идет ожидание события, сочетание движения с его вербальным обозначением, так называемые эмоциональные качели. Следующее, это игры на перемещение тела в пространстве. Здесь ребенку предлагается слезть в препятствие, залезть на препятствие, оползти, проползти через туннели и тому подобное. Попосредством этих игр идет освоение перемещений и изменение положения тела, представление о габаритах тела. Дальше, игры с материалами. Здесь ребенку можно предложить порвать бумагу на кусочки, пересыпать крупы из одной емкости в другую, переливать воду из одной емкости в другую, игры с тестом и прочее. Благодаря этим играм идет развитие двуручных действий. Ребенок получает новый сенсорный опыт. Дальше, в целях развития схемы тела предлагаем детям игры в мяч. Да, сейчас редко достаточно можно встретить детей, которые играют с мячом. Оказывается, мяч имеет огромное значение. в их развитии, в частности пространственных представлений. Мяч это первый друг ребенка. Для малоактивных детей здесь важно используем надувной мяч разных размеров. Для гиперактивных детей наоборот, для ювные мячи используем. И здесь предлагаются разные упражнения. Перекатывание, скатывание с горы, поймать и бросить, попасть в цель, чеканка, упражнения на фитболе и тому подобное. И еще хотела предложить вашему вниманию рисование на вертикальных поверхностях. Здесь можно мамам предложить рисование на обоях, на рулоне обоев, прикрепленных к стене. Рисовать можно одной рукой, двумя руками, причем еще можно рисовать и на стенке холодильника, прикрепить бумагу или тот же рулон обоев, на мольберте и так далее. Можно предложить свободное рисование, раскрашивание, работа с трафаретами, конструирование из деталей, манипулирование на магничными объектами, отпечатки, штриховка, письмо. Также еще хочу предложить вашему вниманию игру «Веселые человечки». Игровое правило выполнять то упражнение, которое изображено на карте. Игровые действия. Найти в наборе парную карточку и воспроизвести позу. Карточки это схематические изображения движения. Три набора. Первый набор это силуэты человека в движении. Второй набор это конкуры. И третий уже это схема. У взрослого образец в два раза крупнее, чем карточка у детей. И ход игры. Педагог предлагает детям поиграть и предъявляет карточку с человечком схемой. Просит детей воспроизвести позу. Делайте так. Затем взрослый предлагает карточку образец, просит детей найти в своем наборе парную. Последователь работы силуэт-силуэт, силуэт-контур, контур-контур и контур-схема. Дальше. В целях формирования представлений о лице и теле предлагаем ребенку следующее упражнение. Анализ расположения частей тела, частей лица по параметрам. Выше всего, ниже всего, выше чем, ниже чем. Работа осуществляется с помощью зеркала. Что находится над тем-то, что находится под тем-то и так далее. Дальше. Анализ строения частей тела. Рук, туловище, ног. Да, что руки это пальцы, ладони, запястье, локоть и плечо. И так далее. Здесь сначала идет работа по вертикальной оси, перед зеркалом. Затем через этап движения, прощупывания, на уровне тактильных и проприоцептивных ощущений. Самое сложное уже с закрытыми глазами. И порядок здесь идет освоение предлогов. Выше всего, ниже всего, выше, чем, ниже, чем, над, под, между. Затем идет работа в горизонтальной плоскости относительно собственного тела. Порядок освоения предлогов. Ближе к, дальше от, перед, за, между. И развитие право-левой ориентировки. Сбоку от правой руки правее, сбоку от левой левее. Ориентировка от себя предполагает умение пользоваться системой, когда началом отсчета является сам субъект. А ориентировка от объекта требует, чтобы началом отсчета был тот объект, по отношению к которому определяется пространственное расположение других предметов. Для этого необходимо уметь вычленить различные стороны этого объекта. Переднюю, заднюю, правую, левую, верхнюю, нижнюю. игры на формирование пространственных представлений слева-справа, вверху-внизу, близко относительно себя, далеко относительно себя. Например, игра «Что справа?» Дети сидят вдоль края ковра, по всем сторонам ковра расположено по 5-6 игрушек. Вариант первый. Ведущий просит детей вспомнить, где у них правая рука. Затем одному из детей предлагается встать в центр на ковре и назвать, какие игрушки расположены справа от него. При этом каждый следующий ребенок повернут в другом направлении по сравнению с предыдущим. И второй вариант этой игры. Ведущий или кто-нибудь из детей называет игрушки расположенные в одном ряду и просит ребенка находящегося в центре ковра назвать какой они стороны. Дальше игра на плоту. Дети стоят на ковре на одинаковом расстоянии друг от друга. Каждый стоит на воображаемом плоту. Ведущий задает индивидуально вопросы детям. При этом постоянно просит их изменить направление. Например, Петя, кто стоит у тебя слева? Маша, кто стоит у тебя сзади? И так далее. Дальше. Следующее. Это игры на определение взаимоотношения между внешними объектами. Здесь можно предложить следующие игры. Их много, я вам даю кратко, буквально времени уже не остается. Например, игра «Собирай урожай». Оборудование картинки с изображением овощей. Ход игры. Разложите перед ребенком ряд картинок с любыми изображениями. Он должен отобрать, например, только те овощи, которые лежат правее, чем капуста, левее, чем морковь, и так далее. Что изменилось? Перед детьми на столе в два либо в три ряда расположены игрушки, по три-четыре в каждом ряду. И каждый ведущий предлагает всем детям посмотреть и запомнить расположение игрушек. Затем дети закрывают глаза. Ведущий убирает какую-нибудь игрушку и просит назвать ее и то место, где она находилась. Например, исчез дракоша, который был внизу, между щенком и попугаем, и так далее. Дальше следующее это игра на формирование схематического пространства. Например, игра «Назови соседей». Для этого используется лист бумаги, на котором хаотично расположены изображения различных предметов. Первый вариант педагог просит найти изображение какого-то предмета и определить, что изображено справа от него, что нарисовано под ним, что находится вверху справа от заданного предмета и тому подобное. Игра «Лабиринт». Педагог раздает каждому ребенку лист, на котором нарисован лабиринт и стрелочка указана «Начало пути». Затем детям предлагается помочь найти дорогу к кубку. Для этого необходимо выполнить инструкции, а затем проверить правильность их выполнения. Вначале лист с лабиринтом надо расположить так, чтобы вход в него был слева, справа, вверху, внизу. Затем уже идти по нему, вести линию до поворота. поворачивать в нужную сторону по инструкции. Следующее – это развитие квазипространственных представлений. Как я уже говорила, квазипространственные представления – это речь, счет, знаки. Предполагает определение положения в пространстве на надход, отработка пространственных и временных характеристик стимула. Большой, маленький, первый, последний, раньше, позже и прочее. Отработка пространственных последовательностей – это составление последовательных рядов по признакам, определение и понимание времени, режим дня, время суток, возраст человека и членов семьи и прочее. Освоение сравнительных и поддержно-грамматических конструкций, освоение числового ряда, порядок, соседей чисел, понимание логико-грамматических конструкций, например, ответили на вопрос Таня выше Оля, кто низкий, здесь с опоры и без, опора. Оценка правильности предложения, так бывает или нет. Можно предложить ребенку исправить фразу, закончить предложение, начать предложение. И к моменту поступления в школу дети должны свободно ориентироваться в направлении движения, в пространственных отношениях между ними и предметами, а также между предметами. Большое значение имеет развитие умения ориентироваться на плоскости и вся работа должна строиться на основе выделения парных противоположных понятий налево, направо, вперед, назад. Должен свободно ориентироваться на листе бумаги, уметь определять вверх, низ, право, лево, уметь работать со строчкой и клеткой, должен освоить значение предлогов и наречий, отражающих пространственные отношения. Также очень быстро хотел бы предложить вам ту литературу, которую вы могли бы использовать в своей работе. И надеюсь, что материал, изложенный мною, поможет вам вашей профессиональной деятельности. Спасибо за внимание. субтитры